ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, друг! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вот это жаль! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, с поклевки сразу стартуют метров на 15-20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-давай-давай, я не буду спешить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ой-ой! Опять какие-то спортсмены! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, дорогие друзья! С вами Юрий Петраш, и сегодня у нас очередной выпуск. Сегодня я выбрался на один из водоемов, на которых точно живет карп. Для увеличения удовольствия я решил его половить достаточно деликатной снастью. Сегодня я взял 4-х метровую болонскую удочку, намотал туда 0,23 леску, замешал прикормку. В общем, просто хочется посидеть, получить удовольствие от поклевок, от борьбы. В общем, начинаем нашу рыбалку. Надеемся, что будет хорошее настроение у рыбы. А если будет хорошее настроение у рыбы, значит, настроение будет хорошее и у меня, и у вас. Начинаем! Первое, с чего начинается рыбалка на удочку, это прикорм. Поэтому я буквально несколько минут назад замесил прикормку. Прикормка, которая больше всего, с которой у меня связаны самые хорошие рыбалки последнего времени, это прикормка бондюэль кукуруза. Ну, а как все мы знаем, карп и крупный карась любят кукурузу, поэтому не будем ничего мудрить. Закармливаем бондюэль кукурузой и ждем первую поклевку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что глубину мы отмерили. Сейчас подберем крючочек. И сделаем поводочек, прицепим поводочек, нацепим наживку и вперед. Поводок на карпа я, в принципе, делаю из той железки, что и основная. Ну, потому что прочность снасти здесь немаловажна. У нас, конечно, есть удочка, которая отрабатывает. У нас есть фрикцион, благодаря которому мы можем его отпустить погулять. Но слишком тонкие снасти на карпа не пойдут. С чего начнем? Начнем, наверное, с классики с красного червя. Красный червь. Я люблю это повторять. Ну, потому что я почти всегда так насаживаю. Я его сразу рву и насаживаю кусочки. То есть обычно червь среднего размера рвется на 3-4 кусочка. Из этих порванных мест выделяется жидкость. Эта жидкость очень нравится, особенно карасю. Карп тоже этим не брезгует. Ну, а такой как бы вишенкой на торте я всегда использую ароматизаторы. Вот один из неплохих это с запахом конопли. И так пару раз пшикнул на червячка и уже есть уверенность, что он не откажется от такой конфетки. Ложит, 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 ложит. Опа! Ах! Сошел. 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 Наверное, маловатый крючок. Так, ну ничего. Кстати, у меня так получается, что при ловле карпа на удочку первые рыбы почему-то всегда сходят. Не знаю, с чем это связать, но это факт. Так, наш червячочек порванный, красивый. И сверху конопля. Сошел. Купка! Тихо! Сошел. Купка! Сошел! Я не знаю. Я не знаю. Это. Ух ты, друзья, ой-ой-ой, 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 вот это старт, вот зачем, друзья, надо фиксион, сразу метров на 15, вот это да, ой-ой-ой, кто там, кто там? Послушайте, это или очень резвый, или очень большой, я ничего не могу с ним сделать, вот он что хочет, то и делает, ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут блески хватило, офигеть. Вроде бы небольшой, но какой спортсмен, да, это карпуша, это карпуша, слушайте, Анатолий, ой, красивый, ой, смотрите, какой красивый, просто красавец, широкий. Просто красавец, фух, аж сердечко у меня замерло, ой, так, пацачек, а ну давай, иди к нам, иди к нам. Фух, друзья, ну я запереживал, такого старта я не ожидал. Смотрите, какой беремотик, просто герой дождя, открыл нашу рыбалочку, гляньте, какой у него пылесосище, усатый пылесос. Только настоящий рыбак может быть счастливым в такую погоду. Ой, какой красавец. Ну, Тузик, иди-ка отдохни. Кохи помотал нервы. О, подошел еще один. Захотел, появился аппетит у него в дождик. Давай, 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 давай. Опа! Ну, это слабачок. Это слабачок. Это слабачок. Ух ты, ух ты, друзья, к нам пожаловал линь. Линь. Красивейший линек. Ой, линь вообще не слабачок. Ну, просто того парня, который был перед этим. Класс. Класс, настоящий линь. Линь у нас тоже любит красного червя. Сейчас мы его освободим. Красавец линьок. Красивый линьок. Ну, линька мы тоже отпустим. Опа! Охи сопливый. Так, дождь все сильнее и сильнее. Сейчас такое ощущение, что у рыбки появился аппетит. Как-то быстро клюнуло и карпик, и сразу линьок клюнул. Смотрите, подошла рыбка на прикормку. Вот. Ну. Будем ловить. За шиворот, правда, уже капает. Вот. Ну, ничего. Подошел, пробует, пробует. Вот. Тут ему надо дать распробовать. Это, конечно, не щука, которая глотает. Своими усиками, наверное, там что-то определяет вкус. Давай, давай, давай. Я не буду спешить. Ой-ой-ой, опять. Какие-то спортсмены. Какие-то спортсмены, друзья, вот вам зачем надо фрикцион. Сразу стартует. Я уже не пойму, это большой, маленький. Вообще не остановить его. Да, удочка не карповая, мягко говоря. Достану или нет? Хоть бы в камыши не пошел. Хороший. Охи стартует. Ой, хороший, хорош, красавец. Опа. О, хороший. Ой, что он делает со старта? Это какой-то, ой, какой красивый. Красивый, прекрасивый. Ох, красавец. Настоящий боец. Ну что, кавалер, иди. Даже тот редкий случай, когда не хочется сказать там, давай бабушку или дедушку. Слышите, с поклевки сразу стартуют метров на 15-20. Если бы не ослабленный фрикцион, любая снасть сразу бы вдребезги. Но вот его остановить невозможно. И вот за счет того, что отыгрывает удочка и ослабленный фрикцион, и нет камыша, скажем так, впереди, и он уходит вперед, ну как-то удается его удержать. Идет дождь, все мокрое, блин, ну так кайфово. Да, погодка в этом году, конечно жесть. Но лучше в плохую погоду на рыбалке, чем в хорошую дома. Кто не согласен, ставь дизлайк. А кто согласен, ставь лайк. Так, ну, можно не экспериментировать. Уже мы поняли, два порванных червя, один опарыш, сверху конопля и паровоз, сразу паровоз. Давай. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Давай, давай, да. И бросил. Ты хитрый какой. Давай, давай. Давай. Нет, давай никому, кто-то другой съест. Ну, 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 ну. Так, кто это у нас такой хитрый тут, а? Кто у нас тут такой хитрый, а? Это у нас хитрый маленький карп. И клевал ты, как слабак, и сопротивлялся ты, как слабак. Ну, мы тебя поймали. А вот ты можешь привезти... Бабушку не надо, а вот папу и маму давай. Блин, уже и куточка промокла. Не думал, что сегодня будет такая погодка. Не думал. Так, приворотик наш. Приворожим. Приворожим к корпусу или линусу. Так, кому там понравится. И хоба. Так, друзья. Очередной парень во время дождя. Да, это у нас хороший, никто иной, как королевский карась. Значит, и корпуша у нас был, и ленек был. И вот вам король карась. Ой, хороший, хороший. Ой, хороший. Как же его взять? В руку не влазит. Ой. Не карась, а монстр. Так, друзья мои. Похоже, рыба во время дождя не то, что открыла рот. Открыла рот максимально. Блин, ну вот это удовольствие. И карп, и линь, и карась. Ох, фортовая удочка. Деликатная, но отрабатывает. Тянуть на нее, особенно карпа, так на грани. Но тем и интересней. Я уже мокрый до нитки, но не выйду, буду ловить. Идем. Вместе с каменью. Вместе с каменью. Идем. Вместе с каменью. Это чисто карасёвая поклёвка, но поведение не карасёвое. А ну выдержит удочка или нет? Сделаем сейчас тест. Оборвался, не выдержала губа, а удочка выдержала. Ну ничего. Но такой тест повторять не надо. Не надо, потому что можно поломать удочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. По поведению сразу понятно, кто здесь. Сразу понятно, кто здесь. это парень с усами усатый полосатый давай иди сюда хороший хороший очень красивый очень красивый оба есть иди сюда мой мальчик с усиками так еще один кусач попался к нам я даже хочу вам сказать что не хочется чтобы заканчивался дождь потому что очень сильнее идет дождь тем лучше клюет несмотря на то что я полностью мокрый очень класс класс ну плыви дружок да рыбалочка сегодня у нас знатная поклевка 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 это не карп оба друзья а вот для полной картины пожаловал к нам амурчик маленький но сегодня у нас рыбалка на всю рыбу подряд кого мы еще не ловили сегодня надо подумать вот боец самый настоящий красавец еще один еще один паренек пришлось даже встать так друзья еще один карапуз гляньте как он умеет делать мне кажется он даже разговаривает мне кажется он даже разговаривает давайте его отпустим побыстрее потому что он наверно просит на помощь фух я закончил я закончил этот классный день мокрый блин но сквозь промокло все мокрые брюки все мокрое у меня была сегодня классная рыбалка рыбалка для души для удовольствия в общем надеюсь вам тоже понравилось с вами как всегда был юрий петруш мы с вами обязательно встретимся в следующем выпуске и я думаю он будет еще интересней рыбалка с юрием петрушин